И всем привет! Сегодня наконец-то до меня доехала GPD Win 3. Сегодня неполноценный обзор, сегодня распаковка, первый запуск, посмотрим уже какие-то игры я установлю, конечно же поиграем. Рассмотрим саму консоль, комплектацию, ну и вообще внешний вид. Вещь очень дорогая, у меня на нее, конечно же, большие ожидания. Надеюсь, что они не превратятся в пыль. Надеюсь, будет вам интересно. И это, наверное, целый цикл линеек про GPD Win 3. Мы будем пробовать игры, эмуляторы, и я так полагаю, что это произойдет не за раз. Ну а пока предлагаю приступить к распаковке. Поехали! Итак, перед нами вот такая вот черная коробка. Каких-либо характеристик здесь нет. Просто Win 3, GPD. Ну и, соответственно, все открываемое. Здесь у нас что-то по-китайски. Здесь у нас написано Quality Innovation Extreme Service. И сайт GPD-NK. Внутри у нас, получается, сразу само устройство видим. Видим защитное стекло. Я его зачем-то, конечно, отдельно заказывал, а получается оно идет прямо в комплекте. Два отсека, соответственно, здесь у нас само устройство. И здесь, я так понимаю, просто блок питания. Вот такой вот большущий блок питания идет. Он здесь на 65 Вт. Для того, чтобы все это быстро, видимо, заряжалось. Также здесь у нас вот такой вот кабель Type-C, Type-C для зарядки, соответственно. Так как в самом зарядном устройстве у нас разъем Type-C. Достаем нашу консоль. Это у нас салфетки всякие для того, чтобы стекло наклеить. Здесь у нас документация, Win3 и все на китайском и на английском языке. На этом, видимо, комплект закончился. Итак, переходим непосредственно к самой консоли. Убираем вот эту защитную. Action, Speak, ля-ля-ля, что-то там. Достаточно тяжелая, увесистая консоль. Сверху у нас две пары шифтов, причем одна пара аналоговой шифты. Кнопка включения, регулировка громкости, USB 3.0 и выход под наушники. Все это в металлическом, я так понимаю, корпусе, потому что он холодит прям неслабо так руки. Снизу у нас два динамика, разъем Type-C для зарядки. Слева слот под карты памяти, а также выбор геймпад либо мышь. Справа у нас кнопка Reset, сзади у нас дополнительные кнопки, решетка радиатора, модель GPD Win 3. Как-то я думал, все это будет лучший механизм. На самом деле режим открытия довольно-таки опорно сделан. Ну и на передней панели у нас два аналога. Они нажимаются крестовина целиковой кнопки A, B, X, Y. Датчик отпечатка пальцев, кнопка X, Select, Start. Ну и световые индикаторы. Ну так вот. Соответственно, есть также клавиатура. Она никак не продавливается, она сенсорная. Ну и насколько удобно ей будет пользоваться, покажет, наверное, время. Давайте включаем ее. Я надеюсь, что она заряжена. Чуть вибрация при включении, это хорошо. Хорошо, что здесь есть вибрация. Вообще страшно ее держать, на самом деле. Она тяжелая, она увесистая. Опять же, неизвестно, насколько это будет удобно. Все на китайском. Надеюсь, что можно будет переключить на английский. Заработал кулер. Опять же, у нас первое включение. Вот, выбираем русский язык. Подождите. Регион Россия. Клавиатура русская. Пока пропустим. Давайте подключимся к Wi-Fi. Там сообщают о том, что нам нужно установить важные элементы. Ну, я думаю, включимся как раз, когда все будет уже установлено. Пока идет настройка. Расскажу про технические характеристики. Это максимальная версия. Здесь Core i7. Соответственно, здесь 1 терабайт внутренней памяти. Я уже наклеил сюда защитное стекло. Конечно, с шероховатостями. Но, как всегда, ничего не идеально. Ну, и вернемся, когда я установлю сюда игры. Что-нибудь запустим и поиграем. Итак, я запустил уже метро 2033. Высокие настройки. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Греется, конечно, она чувствительна довольно. Как добрылись, товарищ полковник. Что это за шум? Слышите? Какого черта? Продолжение следует. Также я установил сюда Cuphead. Он у меня куплен на Xbox One. И я могу здесь поиграть, так как действует программа для игры и на PC, и на консоли. Ну, и, конечно же, год в варку. Куда ж без нее-то? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Город в осаде! Ну и что касается настроек, здесь у нас стоит, соответственно, Директор X, графика с рейдингом, пропуск кадров выключен, разрешение, соответственно, здесь 720p, высокое, выключено, уровень масштабирования, фильтрация 16, автолинейный FPS. Даже если здесь присмотреться, то в этих кнопках есть еще и обозначение, как на геймпаде Sony, то есть здесь X, кружок, квадрат и треугольник. Их не очень видно, потому что сами по себе, конечно, кнопки очень маленькие. Вот так вот здесь с эмуляцией PSP. Ну что ж, вот сегодня как-то вот так вот запустили. Пока, по первым ощущениям, это, конечно, просто бомба. Я уже поставил сюда эмулятор PSP и, наконец-таки, я доволен. И вообще ни разу не бомбит. Единственное, есть какие-то, конечно, да, вот этот вот слайдер, да, ну как-то в мое время слайдер был гораздо, так сказать, плавнее. Здесь же ощущается как-то, как будто забыли смазать. Не знаем, у всех ли так консоли, либо, как всегда, мне повезло. Не повезло в цвете, к сожалению, заказывал я черную, а черную на тот момент отправки разобрали. Вообще, я заметил, очень быстро разбирают именно черные варианты. Ну, пришлось взять серебряный. Но, я думаю, ничего страшного. В принципе, не так все ужасно, не такой плохой цвет. Напишите в комментариях, какой цвет нравится вам. Металлический, вот, серебристый такой, либо черный. И напишите в комментариях вообще, имеет ли смысл сейчас брать GPD, когда скоро выйдет Steam Deck, который попросту всех порвет. Ну, это не точно. Вот такое получилось первое впечатление. Надеюсь, вам понравилось. Поэтому оцените это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну, а у меня на этом все. Всем до встречи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok